Приветствую вас дорогие зрители! Сегодня я получил вот такую посылочку, скорее всего это TV-Box, я точно еще даже не знаю. Давайте распакуем, посмотрим, что это такое. Итак, приехал мне вот такой TV-Box T95. Приехал TV-Box. Здесь сразу указана информация, что здесь 4 ядра, Cortex-A53, Mali-G31, MP2, что сразу хорошо. Дальше. Здесь указано, что здесь 4 гигабайта оперативной памяти, 128 гигабайт стройной памяти. И какая зарядка. Внутри находится сам TV-Box. Комплектация, смотрим. Так, давайте все вымем отсюда. Книжечка, мануальчик, инструкция на английском языке есть, если русского нет. Китайский, еще несколько языков. В общем, ладно. Дальше. HDMI кабель. Типа с обеих сторон для подключения TV-Box к телевизору. Около метра. Дальше. Пульт дистанционного управления. Пульт такой стандартный. Довольно симпатичный, кстати. Эти кнопки еще ярче смотрятся. Как-то раньше они не так были. Немножко переделали дизайн. Цвет очень прикольный. Синенькие. Вот эти кнопки, которые обведены белым, их можно запрограммировать. То есть, вот эту кнопку, к примеру, можно запрограммировать для включения-выключения телевизора. Эту кнопку TV-Box. Здесь же звук телевизора на этих TV-Box. Ну и тому подобное. Питается пульт от двух батареек типа 3А. В комплекте батарейки, как обычно, не идут. И также вот такой блок питания на 2 А, 5 В. 2000 мА, 5 В. С таким вот стандартным штекером 5,5. И сам TV-Box. Сам TV-Box. В принципе, смотрится прикольно. Стильненько. Так вот, ярко такие цвета. Это защитная пленочка. Так, давайте мы ее снимем, наверное. Защитную пленочку. Вот, собственно, я снял пленочки. T95XGody. Я у них раньше брал смартфоны. Тоже прикольная фирма. Здесь на передней стороне находится только индикатор питания, который показывает, когда включена, когда выключена. И мини-ЖК-кранчик, который показывает часы. И краткую информацию про подключенные порты. Больше здесь ничего. На правой стороне тоже ничего. Глянцевая поверхность. На задней стороне находится несколько разъемов. То есть, по порядку, это у нас аудио-видеоразъем. Можно подключать даже к старым телевизорам. Разъем LAN. Для подключения интернет-кабеля на прямой от провайдера. Если, к примеру, у вас нет Wi-Fi дома, вы можете подключать интернет-кабель на прямой от провайдера. HDMI-разъем для подключения к телевизорам современным. И питание. Питание блока питания в розетку, собственно. Дальше, последняя сторона имеет два USB-разъема. Два USB-разъема версии 2.0. И TF-разъем для подключения microSD-карточек для расширения памяти. На нижней стороне находится такая типа вентиляция. Вентиляция указана, что за модель. Четыре таких пластиковых ножички. И больше здесь ничего нет. А также, что здесь еще находится. К примеру, здесь стоит Android версии 10.0. То есть, последняя версия Android, что пока что вообще имеется. На рынке TV-боксов. Процессор от компании Alwinner Edge 616. В связке с ним идет видеокарта Mali-G31. А также двухдиапазонный Wi-Fi, как 2.4, так и 5 Гц и Bluetooth версии 4.1. Модель также бывает нескольких разных версий. То есть, на 4 ГБ оперативной памяти 32 ГБ остроенной памяти. 4 ГБ оперативной памяти 64 ГБ остроенной памяти. И 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ остроенной памяти. Такой себе выбор. Разница только в памяти. Все остальное то же самое. Это новая модель этого года. Более подробно я ее покажу и расскажу про нее уже в видеообзоре. Я отдельно еще сделаю видеообзор. Где наглядно покажу тесты игры и тому подобное. А пока что это была просто видеораспаковка для того, чтобы показать в каком виде приходит товар. От какого продавца. За сколько времени. Кстати, пришло мне за 3 недели. Чуть больше 3 недели и 2 дня, по-моему. Актуальную цену этой приставки вы сможете посмотреть по ссылке под видео, которое я оставлю. А пока что на этом будем прощаться. До скорой встречи. Подписывайтесь, как обычно. Ставьте польс вверх. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok